Всем привет! С вами Универньюз. Прямо сейчас мы поговорим о самых обсуждаемых новостях Казанского федерального университета. Не будем терять ни минуты. Меня зовут Аделя Шамилова. Сегодня в выпуске. Вектор движения стремится вверх. Ильшат Гафуров представил стратегию развития российской науки и образования. Если денег нет, заработайте. Начинающие бизнесмены защитили новые проекты. Какой он, исламский мир сегодня? На эти и другие волнующие вопросы отвечали в Казанском федеральном. Пока все студенты сдают зачет, и начинающие предприниматели уже сдали свой выпускной экзамен по бизнесу президенту Республики Татарстан и ректору Казанского федерального университета. Сдать такой экзамен на высокий балл, казалось бы, невозможно. Так ли это на самом деле? Смотри прямо сейчас. Казанского федерального университета. Ильшат Гафуров представил президенту Республики Рустаму Миниханову объекты обновленной инфраструктуры, где проходит подготовка будущих специалистов. Кстати, до начала церемонии с авторами перспективных бизнес-инициатив каждый мог познакомиться лично. Мы производим сами эксклюзивную, в том числе, мебель. Собственно, производилась. Интересно тем, что я сам ее делаю. Я люблю работать с деревом. Я вкладываю эту душу. И я хочу, чтобы... Видите, дерево это очень уютный материал. То есть, когда ты делаешь деревянную мебель и вносишь ее в дом, в доме становится очень уютно и тепло. На сегодняшний день мы предлагаем наряды для Никаха. Именно с нашими традиционными элементами. Наряды сценического характера и деловые костюмы. Я считаю, что нужно возрождать, нужно популяризировать и развивать нашу культуру. Именно культуру национального костюма. Финал проекта прошел в формате импровизированной инвестиционной комиссии. Авторы лучших бизнес-инициатив защищали их перед высоким жюри. Президентом Татарстана Рустамом Менихановым, ректором Казанского федерального университета Ильшатом Кафуровым, министром экономики Республики Татарстан Артемом Сдыновым, а также представителями других профильных госорганах, ведущими бизнесменами и общественными деятелями Республики. Проекты в своем большинстве, которые презентовали участники, признаны успешными на самом высоком уровне. Рустам Мениханов порекомендовал каждому будущему предпринимателю еще глобальнее смотреть на бизнес. Вам надо найти вот эту нишу, сертифицировать ваш товар. И, может быть, не надо 50% рентабельного заклада, пусть 20-25% рентабельного, но вы будете конкурентами на рынке. Вот через электронные продажи вы можете в любую точку мира поставлять на ваши изделия. Логичным дополнением к сказанному станет скорое открытие в Институте экономики управления и финансов отдельных программ бакалавриата и магистратуры по направлению предпринимательства. Как отметил Ильшат Гафуров, Казанский университет полностью готов к созданию хорошей основы для высокотехнологичного бизнеса. Прошедшая защита проектов наглядно показала, что будущие бизнесмены научились главному – самостоятельности. Стоит отметить, что еще пару лет назад на этой сцене участники просили инвестиций. А уже на сегодняшний день презентуют не только услуги, но и говорят о собственных достижениях, что, безусловно, не может не радовать. Аделья Шамилова, Ленарта Вольтияров, Универ Ньюс. Ректор Казанского федерального представил стратегию развития науки и образования в России президенту нашей республики. О том, что обсуждали в Доме правительства Татарстан, узнаешь в следующем сюжете. В зале переговоров Дома правительства Татарстана с ректорами Организации высшего образования встретился президент Татарстана Рустам Миниханов. Он отметил, что подобные встречи в канун Нового года стали уже хорошей традицией. Президент сказал и о положительной динамике рейтингов вузов Татарстана. Ну и много изменений в самих вузах. Много мероприятий. Ну и вот я посмотрел и рейтинги. Хотя работ еще у нас достаточно много. Рустам Миниханов обратил внимание на то, что сегодня Академия наук республики Татарстан, Российская Академия наук и вузы республики – это единое звено, работу которого необходимо обеспечивать на самом высоком уровне. А ректор Кафуль Шадгафуров озвучил несколько ключевых вопросов в области науки и образования на ближайшие годы. Он рассказал и о достижениях Казанского университета и проектах, которые достойно представляют Татарстан в мировом сообществе. Встреча носила неофициальный характер, а по ее результатам удалось принять несколько важных решений. Анна Глазунова, Универньюз. Что ни минута, то свежие новости. Всемирная сеть продолжает удивлять. Каковы самые обсуждаемые новости РУ на это сегодня, расскажет наша традиционная рубрика Бэйп-Ньюз. 26 декабря объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. В Татарстане будущему учителю математики составят портфолио. Исследовательская группа КФУ уверена, что это поможет студентам более осознанно подходить к учебе. Казанский федеральный университет занял 10 место в рейтинге классических вузов Российской Федерации, подготовленном Международно-информационным агентством России сегодня. Всего в рейтинг попали 89 классических вузов страны. В Казани на базе Казанского государственного архитектурно-строительного университета открылось первое в стране экспериментальное архитектурное пространство. Главная цель создателей проекта – познакомить горожан с профессией архитектора, а также способствовать повышению качества архитектурного образования. Студент Поволжской академии спорта и туризма Александр Красных стал обладателем серебряной медали в первый день чемпионата мира на короткой воде. Проплыв в 400-метровку вольным стилем, спортсмен поставил новый рекорд России. Республиканская елка, которая прошла накануне в Казани, собрала более 7 тысяч школьников со всего Татарстана. На новогоднее представление были приглашены школьники из разных районов республики, отличники учебы и победители Олимпиад, спортсмены и активисты детских организаций. Жительница Верхнего Услона подарила району главную новогоднюю елку. На то, чтобы вырастить зеленую красавицу, у Рузили Софиулины ушло 23 года. Уникс в Перми обыграл в оверсайме Парму со счетом 105-98. С 10 победами при одном поражении казанский клуб как минимум на сутки стал единоличным лидером турнира. В преддверии Нового года в Республиканском центре крови прошли еще два дня акции «Моя уникальная кровь спасет жизнь». Мероприятие собрало почти 200 доноров. Актуальную тему исламского мира обсуждают в Казахском федеральном университете. Смотрим. На прошлой неделе в Казани состояла встреча президента Республики Татарстана Рустама Миниханова с координатором группы стратегического видения России «Исламский мир» Вениамином Поповым. Говорили о международном сотрудничестве и взаимодействии со странами исламского мира. Обсудить рост исламского фактора в мировой политике Попов прибыл и в Казанске федеральный. Студентам Института международных отношений истории и востоковедения он постарался объяснить, почему сейчас так важно быть в курсе исламского вопроса. Обязательно нужно знать, что представляет собой ислам. И если вы не будете это знать, вы не можете понять существа всех происходящих международных процессов. А это совершенно необходимо для того, чтобы обеспечить не просто мир, а безопасность вообще на земле. Особенно если учесть, что у нас есть такая большая проблема, как а, терроризм, а б, как оружие массового поражения. Если вы хотите, чтобы планета эта вышла, вы должны все очень хорошо знать, то есть досконально учиться. Если вы что-то пропустили и не знаете, значит надо наверстать, надо больше читать. Чем больше вы будете знать, тем легче будет договориться с другими, и тогда мы обеспечим просто жизнь на земле. О жизни на земле и противодействии экстремизму 24 декабря говорили участники круглого стола в ресурсном центре по развитию исламского образования. В завершении собрания было принято решение о создании информационного центра в Казанском федеральном по противодействию религиозным культам. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Ленарда Влитяров, Универниус. В детском университете КФУ за пять лет прочитано уже около сотни лекций. Юные студенты где только не побывали, что только не видели, накануне детский университет отметил свой юбилей. Подробнее смотри в следующем сюжете. Вот уже на протяжении пяти лет в КФУ в рамках детского университета обучают маленьких почемучек. Лекции проводятся по темам, которые родители не могут объяснить дома и на преподавание которых в школе не хватает времени. Например, почему звезды падают с неба, почему есть богатые и бедные, почему мне снятся сны. Новый формат общения с детьми пробуждает у многих детей интерес к таким непонятным дисциплинам, как астрономия, археология, философия, медицина и многие другие науки. Мой друг сюда уже ходит не первый год и они нас позвали сюда тоже ходить в детский университет. Мне очень нравится то, что рассказывают профессора, очень интересно. Лекция запомнилась про как вот не стать ябедой, как в коллективе быть лидером. Еще понравилась вероятность. Например, вероятность, какая выпадет, какое число на кубиках. Я узнала много нового. Например, вот и Китай много нового. Уже лекция в 2016-м была проведена. Мне больше запомнилось, как нас учили запоминать слова. Ну, надо, например, слово какое-нибудь на английском. Надо представить, с чем оно связано. Мне больше всего запоминается и нравится, у кого-то профессора Николя еще нравятся лекции про животных, потому что мой конек – это биология. 25 декабря малый зал Уникса был наполнен юными студентами, их родителями, профессорами и почетными гостями. На этот раз лекции никто не читал, а подводили итоги проделанной научно-познавательной работы за пять лет. Детский университет – это непосредственное общение с профессорами университета и студентами-волонтерами, использование интерактивности на лекциях и мультимедийных ресурсах, экскурсионно-познавательные программы. Данный проект поддержан партией «Единой России» и правительством Татарстана. Вы знаете, когда пять лет назад очень малочисленная группа энтузиастов взялась за это очень интересная, но мы не знали, насколько перспективное мероприятие, мы не думали, что оно вылится в такой грандиозный проект. Мы верили, надеялись, но мы не могли предугадать, как это будет. И поэтому, когда сегодня мы видим наших студентов, которые с горящими глазами, которые с такими очень новаторскими, очень смелыми идеями порой, задают вопросы преподавателей, иногда ставят их, просто выгоняют в ступор. И это, во-первых, стимул для нас развиваться. И сегодня они уже не просто студенты, они магистранты, они у нас юные профессоры, они сами читают лекции, и разве это не есть самая лучшая награда, и самое лучшее поощрение для нас, и самый лучший стимул для нас. И хочется стараться больше и больше. Говорят, если профессор способен популярно изложить то, как создается сложное научное знание, это показатель его профессионализма. Ведь не всякий большой ученый способен прочитать хорошую лекцию не только в детском университете, но и во взрослом. С поздравительными словами выступил проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Вот те горящие глаза, те амбициозные вопросы, те тянущиеся руки, это то, к чему стремимся мы, чтобы как-то подтолкнуть вас к тому большому зданию, которое называется «Знание», без которого ваша жизнь будет неинтересной просто. Я хочу пожелать вам исполнения всех амбициозных целей, которые вы перед собой поставили. Также почетным гостем стала председатель комиссии Государственного совета Республики Татарстан Рима Ратникова, которая наградила профессоров почетными грамотами за вклад в детский университет. И, конечно же, не обошлось без поздравлений юных студентов и их родителей. Детскому университету преподнесли сборник пожеланий. В преддверии Нового года студентами Казанского федерального был организован рождественский бал. Ну что ж, это были все новости на сегодня. Будьте в центре событий и держитесь поблизости.